Продолжение следует... То есть, нет, кассирши ее не видели, ну, а людей спрашивать на вокзале смысла нет. Вокзал же там сегодня здесь, завтра. Но у нас такая мысль, она могла с проводником договориться, вчера три поезда было. Ну, так поговорите с проводниками на всех направлениях. Нежно. Ну, настойчиво. Там такое дело, поездные бригады на конечных станциях формируются, так там этих чертей так перетасовало, что не разберешься. Простят. Скажи, тебе надоело на меня работать? Нет, ты скажи, Герман Петрович, хочу расчет. Да не, не, все нормально, Герман Петрович. Мы их найдем, отвечаю. Да и вдруг через нас еще кто-то поедет. Ну, давай без друга, а? Ты просто найди мне этих двух голубков. Сделаем. А я уж спать уложу их в одной деревянной коробке, рядышком. Со свернутыми шеями. Ну, а что? Игор, ты знаешь, гегда моя? Не забоешься? Разберусь. Спасибо вам большое. Я как только денег заработаю, сразу вам вышлю. Вы мне только адрес скажете. Да иди ты. Деньги. Не все ими мерять. Ты вот что, если прижмет, я послезавтра опять здесь буду. Восемь пятнадцать. Ну и назад поедем. Не поедем. Спасибо. Алло. В смысле, здравствуйте. Квартира академика Колесова. Жень, привет. Это Карина. Это ты? Привет. Как там твой неравный брак? Дети еще не пошли? Жень, я в Москве. Мне очень нужна помощь. Я могу у тебя остановиться? Ты что, даже не думай. Я же тебе говорила, я с хозяевами живу. Ну, мне некуда больше идти. Я тебя прошу, выручи меня, пожалуйста. Ладно. Давай часа через два в сквере возле метро Рижская найдешь? Да. Что-нибудь придумаем. Хорошо. Только не говори никому, что я звонила и что я в Москве. Хорошо. Ладно. Все. Давай. Пока. Женя, мы, кажется, обсуждали звонки вашей мамы. Я вам плачу не за телефонные разговоры в рабочее время. Имейте в виду. Каждому столбу у меня стал ревновать. Вот я ушла от него, в чум была. К матери с отцом не пошла. Он и там бы меня нашел. Так что, паспорт, деньги, одежда, все у него осталось. Катастрофа. Я тебе говорила, обувь надо по ноге брать. Вот это шузы. Жень, какие шузы? Югославские. Шестьдесят рей, не меньше. Послушай, мне бы остановиться где-то. На несколько дней. Ну, максимум неделя. А там я работу найду и... Нет, у меня точно не вариант. Сама на птичьих правах у хозяйки. Ну да, ну да. А знакомые какие-то? Какие знакомые? У меня знакомых. Ты да, это улица. Так. Держи рубль. Должно хватить на угол у какой-нибудь старушки. На день, на два, не знаю. Больше ничем не могу помочь. Самой бы дотянуть до зарплаты. Спасибо. Мне же в гастрону отбежать надо. Хозяйка на час отпустила всего. Это яичный порошок, мылохозяйственный. Ты иди, иди. Все, за меня не волнуйся, я справлюсь. Ты только мне обязательно позвони, расскажешь потом. Ну все, давай. Все, береги себя. Закрыто. Мне нужен администратор. Закрыто. Закрыто. Это срочно. Какой вам администратор? Здрасте. А кто сегодня работает? Томас Армазисович. Вот он мне и нужен. Ладно, пойдемте. Не может быть. Да. Вы кто такая? Кто вас впустил? Томас Армазисович, извините, пожалуйста, за вторжение. Перезвоню. Мне нужно с вами поговорить. Мы знакомы? Нет. Вы от кого-то? Мне работа нужна. Любая. Уборщица, посудомойка. Приезжие. Ну а что на стройку не пошла? Там лимитчиц берут. Я... Я готовить люблю. У меня книжка есть? Да у меня и паспорта нет. Но мне можно меньше платить. ЗВОНОК В ДВЕРЬ ПОДПАВЛЯЕТСЯ 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 Молодец. Устала? Нет. Воруешь? Что мне здесь у мойки воровать? Молодец. Трудолюбивая. Честная. Принципиальная. Завтра снова банкет. Приходи к одиннадцатим. Режу. ПОДПИСМЕНТЫ. Трудолюбивая. Молопа. Трудолюбивая. Неважно. ПОДПИСМЕНТЫ. Трудолюбивая. Утапи. Уху. Молопа. Неважно. Понялся. Бregом. Утапи. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так, на сегодня-завтра по три сорок за смену. Есть желающие? А что можно? Мужчины, женщины, любые, кроме пожилых. А что за фильм? Моя улица, Леонид Морягин. А это с Мактуновским? Девушка, тут не справочное бюро. Так, желающие, подходите, готовьте свои данные, давайте паспорта. Покажите, а где здесь записывают на испытание верности? Девушка, про верность я ничего не слышал. А вы с Сашу Кобзарева, не знаете, такой высокий, красивый брюнет? Ой, девушка, знаете, сколько здесь с Саш работают? И все высокие, красивые брюнеты. Как же так? А мне сказали быть возле главного входа в двенадцать. Ну что? Нет, он работает. Он работает с заместителем директора на картине про любовь. Девушка, тут каждый второй фильм про любовь. Вы в массовке сниматься хотите? Нет. Ну а как же быть с верностью? Ой, милая моя, вы же, наверное, что-то перепутали. Верность этому на студии Горького. Давайте паспорта подходите, ребята. Спасибо. Развините мои документы. Ну а как балкадет, мы разберемся. Не толкайте меня, меня запишите, у меня фамилия Иванова. Да, может, так тут стоять. Да, а до которого часа будет? Да, да. Вызывали? Да, проходи. Присаживайся. Вот. Пахлава. Угощайся. Чай. Самый лучший, не сомневайся. Спасибо, я сладкое не ем. Жаль. Ну, расскажи, почему у тебя нет паспорта, почему ты ночуешь на улице? Откуда вы знаете? Про паспорт ты сама. Мне сказала про ночевку. Мои работники видели, как ты с утра моешься и зубы чистишь. Я все должен знать о тех, кого беру на работу. Для начала, как тебя зовут? Карина. Так, хорошо. Дальше? Дальше приехала в Москву учиться. На вокзале меня обокрали. Осталось без паспорта, без денег. А родителям сообщать не стала. Решила, что сама справлюсь. Вот. Это очень хорошо, что ты заботишься о родителях. Ты ешь, ешь. Я же вижу, что ты голодная. Спасибо. Вот. Для начала снимешь комнату. Перебери. Я же не хочу, чтобы ты на улице простудилась. Спасибо. Я с первой же зарплаты вам отдам. Ну и хорошо. Люди же должны друг другу помогать. Я все поняла. Я лучше на улице посплю. Хорошо. Иди, работай. Первый спутник. Первый космический полет. Первый человек в открытом космосе. Первая женщина в космосе. Ты чего женщин в отдельную группу уделяешь? Женщина что? Не человек. Ну я тебе не об этом сейчас говорю. А вот давай как раз у женщин спросим. Девушка, простите, заступитесь за честь советской науки. Вот как вы считаете, кто первым высадится на Марс? Мы или США? Ну, мы, конечно. Простите, а вы не хотите присоединиться к нашей дискуссии с правом решающего голоса? Да нет, вы не подумайте, мы все приличные люди. Приличные люди на лавочках не пьют. Ну, вы уж нас простите, мы просто все одноклассники, у нас традиция каждый год собираться в этом месте. Это вот Славка, физик и ядерщик, а вот это вот Митя, он биолог, а я врач детский. Так что, если у вас есть дети, это ко мне. У меня нет детей. Вальдемар, хватит приставать к девушке. Ты ее конфузишь. Извините. Девушка, добрый вечер. Здравствуйте. Все в порядке? Документы есть у вас? Что случилось? Паспорт ваш, можно посмотреть? Товарищи, товарищи, а что, собственно, происходит? Эта девушка с нами, мы с друзьями затеяли научный спор, ей стало скучно и она отсела. С вами? Хорошо. Всего доброго. Всего доброго. спасибо. Ну, мы пойдем? Почему? Завтра рано вставать. Удачи. Пока. Ну что ж, теперь я просто обязан вас проводить до дома. Вы где живете? спасибо. Спасибо. Это Карина. Она у нас переночует, ладно? Здрасте. Прошу. Александр, Александр Кобзарев, он еще заместитель директора на картине. Вы повторяетесь. Я понял. Приносите заявление в отдел кадров сюда, на мосфильм. Скажите, кто вы, что за организация, зачем мы ищем человека. Приносите и займите. Да, но я… Завтрак готов. Завтрак готов. И, кажется, мама нашла для вас недорогое жилье. Ее подруга сдает комнату. Большое спасибо. Можно еще один звонок, и я приду. Да, конечно. Спасибо. Так, Женя. Держи. Держи. Выклинчила аванс у хозяйки. Она мне потом целый час нотации читала. Спасибо тебе большое. Я тебе отдам. Только аккуратнее с деньгами. Тут знаешь, какие жулики. Обчистить карманы, высморкаться не успеешь. Хорошо. Ты сама-то как устроилась? Ой, не спрашивай. Приехала столицу покорять. Кроме хозяйкиной квартиры, нигде не была. Знаешь, как это? Как собраска. Полы на три, постирай, убери. Из дому слышно что-нибудь? А что, сама не позвонишь? Да твой Николаев уже по-дедавно остыл. Назад позовет. Денег вышлет. Да не убьет же он тебя. Кстати, по поводу убийства. Представляешь, у нас на пляже труп нашли. Где у нас? У нас? В тихом курортном городе Солнечный. Чей это труп? Да не знаю. Милиция не установила. Какой-то молодой мужик приезжий. Драка там была. Ножом прям в сердце. Сейчас. Что? Подожди. Что случилось? Да что, в глазах просто потемнело. Сейчас. Сейчас пройдет. Все хорошо. Карин. Фух. Все нормально. Что с ней? Так, вы не волнуйтесь. Она живая. Здоровая. Угу. Тахикардии нет. Угу. Повышенного давления тоже нет. Но есть одно обстоятельство. Пойдемте, я скажу вам. Ты не знала? Мужу сообщать будешь? Мужу сообщать будешь? Не от него. Уложила? Угу. Ну и хорошо. Давай ты тогда картошечку, а то у меня белье закипело. Карин. Да. А как у тебя с Володей-то? Как, как, как обычно. Ай, третий год вокруг тебя бьется. Смотри, обидится, найдет себе другую, позговорчивее. Смотри, он тебя, Карин, ведь умная ты девушка, а иногда дура дурой. Он ведь тебя хочет с ребенком взять. Понимаешь, ты с ребенком. А иначе никак. Мы с Алешей идем одним комплектом. Вот умру я, тебя с этой квартиры три счета попрут. А там жил площадь. Кстати, прожил площадь. Я же деньги за комнату приготовила. Хорошо. Спасибо. Спасибо. Вам спасибо. О, я сама открою. Володя. Здравствуйте. Здравствуйте. Проходите. Кариночка, принимай гостей. Привет. Привет. Заходите, Володя. Присаживайся. 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 Брось картошку. Чайник закипел. Хорошо. У меня там белье на балконе высохло. Пойду сниму. Угу. Чай. Да, спасибо. Карин. Не надо. Ну, ты снова пришел предложение мне делать. Как ты догадалась? Потому что ты это делаешь уже третий раз. Ну, вот такой вот и зануда. Ну, почему ты не зануда? Ты просто настойчивый. А это, это хорошее качество. Это все, что тебе во мне нравится? Нет. Мне многое в тебе нравится. Ты честный, порядочный, хороший врач. У тебя очень большое будущее. Ну, вот как можно такому прекрасному человеку отказать? Такому прекрасному человеку можно отказать только в одном случае. чтобы не сделать его несчастным. И мы уже это обсуждали. Галина Михайловна! Идите чай пить! Все в порядке? Спасибо. Благодарю. Игорь Витальевич, что будете заказывать? Может быть, тебе бинокль в гардеробе взять? А то ты не все успел разглядеть. Леночка, ты неправильно поняла. Я не на нее, на форум смотрел. На других тут тропоришься, там мешком сидит. А у этой, смотри-ка, все ладно, подогнуло. И ты хотел спросить у девушки, что у нее за партнер. Ну, ты ж хотела себе хороший партнер. Я сама все перешила. Ну, вот. То есть нам повезло. Девушка, принесите мне, пожалуйста, вилочку, чтобы снимать с ушей лапшу, которую этот старый козел мне повесил. Ну, Леночка. И администратора позовите, пожалуйста. Да. Здравствуйте. Чем мог быть полезен? Я хочу, чтобы нас обслуживала другая официантка. А что-то не так? Нет. Все хорошо. Все слишком хорошо. Угу. Сейчас понял. Сейчас будет все сделано. Я не виновата, он сам на меня пялился. Верю. Ладно, не переживай. Ну, наконец-то. Упарилась уже тебя ждать. Давай не сегодня. Жень, ну, без обид. Мне бы до дома доползти. Я устала, как собака. На пенсии-то спишься. Пойдем гулять. Ну, пойдем. Я очень хочу прогуляться, но только до своего дома. Проводишь меня? Хорошо. Только мы через улицу Горького пройдем. Да, конечно. Мы пойдем на Северный полюс через Южный. И с ума сошла улица Горького совсем в другой стране. Ну, что? Мы потом обратно вернемся. Честная комсомольская. Ну, хозяйка, в какой-то веке разрешила выходной взять. Ты хочешь, чтобы он зря пропал? Я не понимаю, что тебя так тянет на эту улицу Горького? Вообще-то, там самые лучшие кавалеры. И представь себе, некоторые даже не женаты. Я тебе тогда зачем? Пригодишься. Нет. Нет, правда, Жень, не сегодня у меня Алеша заболел, кашляет. И давай в другой раз. Ну, ладно. Я тебе клиентку нашла. Она хотела себе платье заказать. Я ей тебя расписала, она прям, прям загорелась. Так, вот, держи. Телефон. Это соседка моей хозяйки. Барышня привередливая, но за хорошее платье готова раскошелиться. А вот за это спасибо. Жмой. Ну, по-моему, неплохо получилось. Неплохо? Да просто идеально, а! За неделю такое платье пошить, а! Главное, вот, все же на своих местах, а! Просто у вас фигура хорошая. Я всего лишь подчеркнула ее достоинство. За это отдельное спасибо. Так, кстати, спасибо. Спасибо. Ладно, Кариночка. Кариночка. Спасибо. А это что такое? Это же не деньги. Это лучшее. Это чеки для магазина «Березка». Купишь себе что-нибудь дефицитное. Так вот, как они выглядят. Понятно. Так вот так. Так вот так. Техника импортная. Шассу за границу. Техника. Может быть. Куплю чеки по двойной цене. Молодой человек, там же написано, они не продаются. Тогда по тройной. Нет, спасибо. Карин, давай продадим. По тройной. Ты представляешь, сколько это денег? Это ж на них столько прожить можно будет. Ладно. Деньги покажите. Давайте отойдём. Так, сейчас. Вы задержаны. В каком смысле? Подождите. Подождите, что вы делаете? Верки! Подождите. Ещё раз. Где ваш паспорт? Вы совершенно напрасно молчите. Я рано или поздно всё равно узнаю, кто вы и откуда. Только это займёт куда больше времени. Но всё это время вы проведёте в СИЗО. С уголовниками. Я его потеряла. Потеряла. Ну, допустим, но имя своё и фамилию вы же не потеряли? Карина Николаева. Родилась и выросла в городе Солнечном Крымской области. В Москву приехала в институт поступать. Сейчас, вот, временной официанткой работаю в ресторане. Скажите, а давно официантки в ресторане получают зарплату в чеках? Не получают. Это мне на другой работе дали. Я ещё швеёй подрабатываю. И заодно валютный спекулянт. Да нет, ну я впервые эти чеки продавала. Так у нас все впервые. Все раскаиваются, все не виноваты. Только у нас не детский сад. В угол ставить не будем. Отвечать придётся по всей строгости закона. Запросы отправим по месту жительства. Пусть подтвердят вашу личность. А пока в камере посидите. Всё. Ну не надо вот этих слёз, а? Два шага вперёд. Поверитесь направо. Другой профиль. Поверись. Поверясь. Поверимся. А, вот и вот и вот и вот. Можешь ее вытащить? Да хрен его знает. Проще ее там, в тюрьме. Есть у меня люди на примете. Не-не-не, у меня твои люди без надобности. Я ее своими руками удавить хочу. Я подумаю, но хочу предупредить ее. Это не просто. Москва, сам понимаешь. А ты постарайся, и моя признательность будет безгранична. Ну что, гражданка Николаева, пришел, ответ на наш запрос подтвердили вашу личность. Что за история с машиной? Человек там погиб. Да, это дело уже давно закрыто. Я ни в чем не виновата. Он сам бросился под колеса. Ну да, ну да. Деле так и написано. Что ж ты к ней аккуратно живешь-то? То аварии устраиваешь, то валютные операции прокручиваешь. Дальше ты что? Банду руководить будешь? Да я же вам уже говорила, что с этими чеками это вообще первый раз в моей жизни. Я не собиралась их вообще продавать. Просто мужик еще этот пристал. Куплю по тройной цене. У меня, у меня сын маленький. Что ты меня на жалость-то берешь? Я истории таких знаешь сколько выслушал? Ладно. Архаровцы наши скороспелые. Дело на тебя успели завести. Придется отвечать ты как хотел. Я там замолвлю за тебя словечко. На вот, пока. Подписка о невыезде. Спасибо. Спасибо. Все, свободно пока. Стой. Телефон мой рабочий. Это еще зачем? Ты больше трех лет в Москве без документов живешь. Паспорт делай, даже не пыталась. Предполагаю, боишься найдут тебя, когда засветишься. Просто предполагаю. Все, свободно. Телефон. Карина, тебя выпустили? Да сюда, под подписку о невыезде. Хорошо. Алешка уложила. Прости я. Я бы о нем позаботилась. Да все в порядке. Что дальше будет? Не знаю. Не знаю. Здоров. Вот. Вся информация о нашей Пташке. Адрес, телефон, место работы. И кем она там в столице устраивалась? Да так. Шарашила официантка. Приступай. Пойдем в дом. Катится колобок по тропинке в лесу. А навстречу ему. Кто там? Серый. Катанка Николаева здесь проживает, да? Майор Сухов. Да, она в комнате. Тише, 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 тише. Ну, здравствуй, колобок. Тихо. Да. Долго ты одна отбегала. Мы на поезд не опоздаем? Нет, не опоздаем. Угу. Карина, ты уезжаешь? Да. Я… Нет, домой надо по делам съездить. Вы с Алешкой присмотрите, пожалуйста. Конечно. Да, и чуть не забыла. Там… Там в юбке. В кармане я вам оставила деньги за комнату. Ну, все. Всего доброго. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Так и теперь... ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА А где ты действительно сюда мешаешь мне? ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Стоять! 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 Скорую! Здесь все, как было на самом деле. Откуда ты знаешь, что Николаев решил поставить тебя с этой аварией? Я слышала это от его подельника, который его этим шантажировал. Которого убили? Да, которого убили. Которого убил мой муж своими собственными руками. Я боюсь, что он родителей моих убьет. Он грозился это сделать, если меня к нему не привезут. Все в порядке? Все в порядке. Точно? Точно. Могу домой идти? Нет. У меня дома сын ждет. Нет! Друзья твоего мужа разгуливают по Москве с пистолетами! Я пока эту вашу банду не засажу. В камере посидишь. А как же мой сын? А как же тот человек, которого на вокзале ранили? У него тоже сын есть? Они друг друга не скоро увидят! Что-то больно складно у тебя все выходит, Николаева! Здесь не виноват, а тут ни при чем! А ты, по сути, кто? Ты кто есть-то вообще? Жена бандита! Уголовника! Который руководит такими же уголовниками, как он сам! А может, ты мне это так заливаешь, чтобы посадить его? Зачем мне это надо? Как зачем? Надоел он тебе? Старый стал? А ты к деньгам его привыкла? Хочешь под статью подвести, а жар весь себе загрести, а? А? Насчет сына не беспокойся. Матери твоей позвоню. Пускай на море заберет, здоровее будет. Число подпись-то чего не поставил? КОНЕЦ Присаживайтесь. Вы знаете этого человека? Да, это мой муж. А вам знакома эта женщина? Да, это моя жена. И сообщница. Она помогала мне сбывать кранимые вещи. Правда, дело это по чужому паспорту, который я выправил ей для этих дел. Да это ложь! Карина, 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 будь благоразумна. Послушивай умудренного опытом человека. Чистосердечное признание смягчает ответственность. А главное, душу облегчает. Держи! Держи! Ну все, счастливо. Я могу на тебя рассчитывать. Конечно. Кстати, ты последней новости по поводу твоей Николаева не слышал? Нет. Да ты что? Отсидела наша Кариночка. Две недели в СИЗО. Тихо, смирно, никого не трогая. И тут вдруг на тебе, как гром среди ясного неба появляется у нее адвокат. Да не кто-нибудь, а сам Самсонов. Чего ты, Самсонов? Да ты что? Ты же лучший адвокат Москвы и Ленинграда. Да бесполезно. Девчонка крепко облипла. Эх, зря ты так. Самсонов оправдывает свою фамилию на сто процентов. Если вцепится, то любое дело порвет, как пасть льву. Вот и сейчас. Последовательно разваливает все пункты обвинения против нее. Поверь мне на слово. Недели не пройдет. Как полетит наша Карина с ИЗО. СИЗым голубем на все четыре стороны. КОНЕЦ Живой. Ущипни, если не веришь. КОНЕЦ КОНЕЦ